Здравствуйте, Оксана! Здравствуйте, Валерия! Что такое инженерный класс в условиях детского сада? Как вы его организовали? На базе нашего детского сада функционирует многофункциональный инженерный класс с современной предметно-развивающей средой для ранних форм естественно-математического и технического образования. С 2019 года в рамках реализации губернаторской программы «Уральская инженерная школа» мы опробируем инновационную технологическую игровую компьютерное 3D-моделирование в Лигра Гейм автора-разработчика Молодняковой Алены Валерьевны. Основная цель данной инженерной образовательной практики – развитие общих интеллектуальных способностей, элементарных форм инженерного мышления и, естественно, математических представлений посредством игровой технологии 3D-моделирования, средствами электронного обучения детей для реализации модели один к одному, один ребёнок, один компьютер. С чего начинается инженерный проект в детском саду на основе технологии 3D-моделирования в Лигра Гейм? Инженерный проект даже в детском саду начинается с идеи. И учиться создавать идеи детям помогают весёлые игры и эксперименты с друзьями Лигрёнка. Ребята знают, что сначала инженерная идея должна быть графически обозначена в схеме или чертеже. И в процессе создания этого проекта осваивают весь жизненный цикл продукта по модели международных стандартов инженерного оборудования, CDI, который для детей включает 4 основных этапа – придумывай, моделируй, создавай, играй. Ведущая деятельность ребёнка дошкольного возраста – это игра. Как данная практика поддерживает эту естественную потребность ребёнка? Дело в том, что образовательная технология 3D-моделирования в Лигра Гейм – это прежде всего игровая практика. Методика программы предлагает педагогу игровую систему описания объекта на ключевые вопросы, признаков формы, цвета, величины, материала. И это не просто абстрактные физические признаки для детей. Это друзья Лигрёнка, с которыми дети учатся называть и определять значения сенсорных эталонов объектов живой или неживой природы в занимательной подвижной игре. Оксана, как вам удается объединить изучение живой природы с компьютерным 3D-моделированием? Создание 3D-модели объектов живой природы – это настоящая исследовательская работа, где дети учатся делать морфологический анализ объектов живой природы на игровых вопросах друзей Лигрёнка, а затем создавать её компьютерную 3D-модель. Моделирование – не просто создание 3D-модели, это успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов окружающего мира и мира природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ними, знаний об окружающем мире, сохранение и экспериментирование информации и, конечно, развитие речи. Оксана, как детей научить генерировать идеи для своих проектов? Мы обучаем детей играть с моделями, и в этом нам помогают персонажи программы. Играем и модулируем в Лигра Гейм – друзья Лигрёнка. Дети в весёлых играх и экспериментах с друзьями Лигрёнка учатся рассматривать любой объект как систему обобщённых признаков и частных значений. Эти знания они графически фиксируют в схемах и чертежах, и на основе данных знаков дети могут проектировать новые объекты, используя известный приём фантазирования. Оксана, могли бы Вы показать проекты, которые ребята разработали с помощью 3D-моделирования? Одним из ярких детско-познавательных исследовательских проектов по теме «Насекомые наши маленькие друзья» стал лауреатом 6-го федерального конкурса «8 жемчужин дошкольного образования-2019» в номинации «Растим династии инженеров» и был представлен в рамках деловой программы правительства Свердловской области на Международной промышленной выставке России «Иннопром-2019». Спасибо, Оксана!